Треугольник Паскалит по тому же правилу, но складывая числа по модулю 2. Ну, первые две строки будут точно такие. А вот следующая строка будет вот так. Вот здесь нормальный треугольник, и стоит двойка, потому что 1 плюс 1 равно 2. А мы складываем 1 плюс 1 по модулю 2. Сумма равна двойке по модулю 2, это 0. Дальше, здесь будет 1 плюс 0 единица, 1 плюс 0 единица. Значит, в этой строчке будут сплошные единицы. И действительно, видно, что если взять вот эти числа и их заменить на остатки по модулю 2, получится единица, потому что эти числа ничего. Дальше действия по правилу мы поставили. Мы получаем 1 плюс 1 0, 1 плюс 1 0, 1 плюс 1 0, 1 плюс 0 единица. Вот получилась такая строчка. Проверяем. А здесь получается вот такая. Но если мы четные числа заменяем на нуле, а не четные на единицы, естественно, получается то же самое. Ну и дальше будет так же. Вот эта новая таблица, ее можно назвать треугольником Паскален по модулю 2. И вот этот треугольник имеет такую интересную структуру. Вот смотрите. Вот я его написал до восьмой строки. То есть рассмотрел квадрат 8 на 8. Собственно, сам треугольник находится под диагоналом. На диагонале, как мы видим, стоят 1 единички. Выше диагонали 0 и 1. А под диагональю 0 и 1. Вот если мы этот квадрат разрежем на 4 равных квадратов, легко видеть, что вот эти 3 квадрата будут совершенно одинаковы. А верхний квадрат будет 0. Между прочим, если вы получаете этот квадрат разрежем на 4 равных квадратов, то тоже будет то же самое. Вот эти 3 квадрата, они совершенно одинаковы. Вот это 0. Ну и дальше правило построения треугольника Паскаля по модулю 2 приводит к тому же самому. Если бы я, например, захотел бы построить эту таблицу размером 16 на 16, то я бы просто вот этот квадрат 8 на 8 переписал еще раз, вот я его так обозначил, и здесь еще раз. А вот здесь будет квадрат 8 на 8, который я просто заполню нулями. И все вместе получится уже квадрат 16 на 16. Это тоже треугольник Паскаля, только в 16 строках, и по модулю. Если в этой картинке отбросить то, что стоит в высшей диагоналии, а в высшей диагоналии там стоят сколько нули, то тогда у нас вместо квадрата получает треугольник. Вот я реализовал этот треугольник. И если в этом треугольнике провести средний линий, то средний треугольник будет дополнен нулями, а вот эти два треугольника, три треугольника, будут совершенно одинаковыми. Почему? Потому что если дополнить все это до квадрата, то вот здесь будет ноль, вот здесь будет нольки, вот здесь будет нольки. Ну а из-за того, что этот квадрат совпадает с этим, то тогда и в этом треугольнике будет одинаково. Так что если мы выкинем ненужные треугольные нулевые части и оставим только треугольную часть, пожалуйста, то есть вернемся треугольник, то он будет выглядеть вот всегда вот таким вот образом. Если взять треугольник размера 2 степени n и разрезать его на маленькие треугольнички, то выяснится, что три из них будет одинаково, а средний будет нольки. Ну теперь нужно, наконец, объяснить, почему вот это правило вычисления вот этих коэффициентов, которое возьмется из этих форм, почему оно будет в точности совпадать с двоичными записями числа R. То есть если мы число R дописываем в двоичные записями, то получится в точности вот эти три, именно вот эти четыре цепи. Ну, нужно просто посмотреть на эту табличку. Ну, кстати, для лапшема разряда Y мы, в общем-то, это уже проверили, нужно проверить для остальных. Ну, смотрим. Значит, Y должно вычисляться вот по такой форме, где у нас эти числа находятся. Естественно, их искать в целеугольнике по скале по модулю 2. Поскольку здесь стоит двойка, то значит, там нужно вот такой столбец. Почему не это? Потому что вот этот на самом деле столбец, разумно считать, что у него номер нулевушек. Вот этот будет номер первый, это второй, это третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Удобно номеровать столбцы с нуля. Ну, кстати, и все равно удобно номеровать столбцы с нуля. Это будет нулевая столбца, это будет первая, это вторая, третья, четвертая, пятая. Ну, точно как же и в нормальном зоногольном депаскале удобно столбцы и строки номеровать с нуля. Да, ну вот, собственно, это и видно из обозначений. Потому что начинался пробуемый фаскале, видите, у меня Т из-за нуля будет. Значит, разумно, что столбец, давайте нулевым, это первый, это будет первый. Так вот, вот эти числа Т из-за по два стоят вот в этом втором столбце. А смотрим, как эти числа устроены. Сначала стоят два нолика, потом две единические, потом опять два нолика, потом две единические, и дальше будут продолжаться очень дальше. Вот. А теперь посмотрим, что получается, если мы возьмем числа, обычные числа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. И будем записывать их в двоичной системе. Ну, число 1 записывается в двоичной системе, вот так, 0, 0, 0, 1. Я старшие разряды, нулевые, все-таки, пишу. Двойка в двоичной системе записывается, вот так, 0, 0, 1, 0. Ну, нулевые разряды, просто надо писать. Двойка записывается, вот так, 1, 1, 0, 0. Четверка записывается, 1, 0, 0. Четверка это в разряде четверка стоит, 10. Ну, так все разряд, я все равно пишу 0, потому что потом он где-нибудь дополнительный. Пятерка записывается вот так, 0, 1, 0, 1. Шестерка записывается, 0, 1, 1, 0. Ну, и, наконец, в семерках 0, 1, 1, 1. Давайте смотрим, как будет записываться вот эти вторые разряды двоичной написи. Ну, начинаем, конечно, мы с нулевого числа, я продолжу вас сказать. Начинаем мы с нулевого, а она, конечно, будет записываться одним нуля. Как выглядят вот эти разряды, эти двоичные написи? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Точно так же, как и здесь. Значит, они совпадут. Можно это при желании туратное доказать. Теперь давайте у2. Смотрим, как вы видите. у2, это цзм по 4. Значит, нам нужно в треугольнике Паскаля по 0, 2 взять четвертый столбец. Вот он. Как он выглядит? 4 нуля, потом что единица. Ясно, что дальше будет тоже 4 нуля, а потом 4 единицы. Если мы будем таблицу это подружать, тогда я не могу. А здесь вот этот столбец, как он выглядит. Вот мы видим, грамма 4 нуля, потом 4 единицы. Ну и если мы будем рассматривать числа 8, 9, 10 и так далее записки в гранической степени, то опять будет вот это 8 чисел повторяться. 4 нуля, 4 единицы, 4 нуля, 4 единицы. И опять оно совпадает с тем, что мы будем с другом не поставить. Ну и наконец, последнее число разложение 1, 2, 0. Ну понятно, тут в каждой стороне у нас 2 стоящих выше, значит, тут стояли нули, поэтому здесь 2, 8, 0. Вот здесь впервые поднялись единицы. А в артенце пойдет 1, 2, 2, тоже можно проверить. Так что 8 столбец будет устроен так. 8 нулей, 8 единиц. Дальше 8 нулей, 8 единиц. И дальше будет прогнозаться. Таким же образом. мы видим, что для вычисления суммы 15 чисел по младу и 2 вот это правило действительно дает верный результат. Ну, ясно, что точно так же мы могли бы поступить, если было не 15 чисел, а любое другую качество. В частности, когда 3 числа складываем, это тоже все верно, если хотите, можете проверить. Только здесь и так все ясно. Каким образом, вот такая довольно сложная система формул, которая вычисляет нам разряды сложения n одноразрядных чисел, когда у нас что проще сложения n одноразрядных чисел. Ну, вот тем временем, чтобы вычислить результат в виде формулы, формулы оказались довольно хитрые, а для того, чтобы их доказать, нам понадобился неожиданным образом треугольник Паскаля, к тому же еще треугольник Паскаля по модулю 2. Ну, а теперь при чем тут салфетка Силькинского? А салфетки Силькинского называют вот такую интересную геометрическую конструкцию. Конструкцию. Разрежем треугольник. Ну, собственно говоря, все равно, какой формулы, но я буду рисовать треугольный и разнобедленный, хотя у меня немножко косойки. Разрежем его средний треугольник на четыре треугольника. Ну, вот так. Вот здесь. Средний треугольник вырежем. Останется множество точек, которые лежат вот в этих двух треугольках. С ними поступим точно так же. Опять разрежем средний треугольник вырежем. У нас останется уже не три маленьких треугольника, а девять треугольников еще вдвое меньшего размера. С ними мы поступаем точно так же. Вырезаем из них средний треугольник. Вот я в нем пишу нолик, чтобы подчеркнуть, что он вырезается. Останется уже не девять, а двадцать семь треугольников еще было меньше. Ну и так далее. И продолжаем это вырезание до бесконечности. Вот то, что останется, называют салфетки Сельпинска. Марков Сельпинска это такой знаменитый польский математик, академик польской академии наук. Он сравнительно недавно еще жил, умер он в 1959 году, а родился, конечно, еще в восемнадцатом веке. А придумал он салфетку... Ой, что-то не в восемнадцатом. В девятнадцатом. Кстати, в восемнадцатом это совсем далеко. Хотя было бы здорово. В восемнадцатом веке. Было бы здорово. А придумал он ее каждом в 1915 году. Кстати, вот я точно не знаю, но известно, что во время войны он находился в Москве, потому что он был гражданин той части Польши, которая тогда относилась к Австрии. А в Австрии была война, и его как гражданин в разъемном государстве в Москве. Сейчас, во время какой войны? Первой нервовой. То есть 1915 год. Первая нервная война. И находился он здесь на каком? На положении пленного? Ну, и интервированный, скажем так. Его это не сильно волновало, потому что он вообще-то учился в Варшавском университете. А в Варшавском университете в то время в нем было преподавание на русском языке. Вот. Дипломную работу он писал под руководством Варанова. Это был такой знаменитый математик, специалист по теории чисел, Георгий Федосевич Варанов. Он как раз преподавал в Варшавском университете. В Варшавском университете был университетом, потом преподавали в русском языке. Там, кстати, был профессором юриспрундецци Александр Львович Блок, отец знаменитого поэта Александра Блокова. Он тоже преподавал в Варшаве. Тоже на русском языке. Так что Серпинский знал прекрасно русский язык, и в Москве находиться ему в плену было гораздо приятнее, чем воевать за Австралию. Естественно. Вот. Так что возможно, что он это придумал даже в Москве. Вот такую картинку. На самом деле, в том числе, этой салфетке он придумал массу других интересных множеств геометрических. Ну, например, так называемый квадрат Сельпинского. Квадрат Сельпинского завязается на три части, выкидывается средняя. Ну и дальше делается точно так же. Подобные же множества пространства можно рассмотреть будет куб Сельпинского, сетрая Сельпинского. Вот так вот. Зачем это ему было нужно? Наверное, сейчас говорить не очень уместно. Тем более, что это все относится к области математики, которая называется теория точечных множеств. И, пожалуй, с Кольмишем, наверное, это, пожалуй, будет через все. Но вот эти его картинки внеожиданную популярность получили уже сравнительно в последнее время. Может быть, где-то 10-20-30 лет назад, когда появилась и стала популярна так называемая теория фрактальных множеств. Короткое, темное, что называют фрактальные. Появилась масса шмута в этих фрактальных, в том числе и написанных физиками. В этих книгах много интересных картинок. и видное место занимает вот эти множество построенные цирки. В частности, и салфетка цирки. Так вот, мы видим, что дискретный вариант салфетки циркульского это и есть цирокольник Паскаль по модулю 2, потому что он рисуется точно так же. если нолики цирокольники Паскаль по модулю 2 мы будем считать за выкинутые точки, а единичные за точки оставшиеся, то вот цирокольник Паскаль по модулю 2 после что представляет из себя салфетку шеркинского. И вот такую таблетку, или как еще говорят матрицу, сейчас некоторые люди даже называют матрицей шеркинского. Хотя, наверное, ее все-таки более справедливым назвать матрицей Паскаль салфеткой.